Привет, мира! Это 5-минутка PHP и одновременно SD-Cast со мной в гостях на связи Константин Буркалёв, ведущий SD-Cast. Да, всем привет! Кирилл Смелов. Привет! И Максим Калмаков. Привет! Кирилл и Максим работают в JetBrains над PHP Storm, и это для нас очень важно и актуально. Каждый день пользуюсь. А вы, ребята? Они задумались, мне кажется, они даже не знают, пользуются ли они PHP Storm каждый день. Приходится. Ну ладно, сегодня мы, в общем, собрались и хотим, конечно же, поговорить про PHP Storm, про его разработку и вообще, что там происходит вокруг. Но для начала давайте вы немножко, может быть, в двух словах расскажите про себя вообще, как вы попали в наш славный айтишный мир. Кирилл, давай, наверное, с тебя начнем. Ну, мне очень все скучно. Я учился в универе на информационную технологию и ожидаемо пошел работать программистами. Сначала писал, кстати, на PHP, потом на Java, потом на Java и для PHP. Сейчас текущее, значит, состояние такое. Ну, хорошо. Кирилл, ты тоже про себя в двух словах. Максим, елки-палки. Ну, я вообще... Я думал по второму разу начиняться. Я отучился на вычислительную физику, вот, и, собственно, на каком-то курсе попал на стажировку в Intel, поработал там два месяца, мне понравилось, и как-то так закрутилось. Потом перешел в Oracle и потом уже в JetBrains. Ого, то есть ты так вот прям, слушай, по таким гигантам вообще там, значит, и Oracle, да и Intel, в общем-то. Ну, давай еще скажем, что, в общем, Кирилл занимается, именно он разработчик, а Макс, он Куа-инженер. Поэтому у нас тут получится немножко так более с разных сторон посмотреть на все происходящее. Ну, давайте, наверное, начнем вот с того вообще, что происходит с PHP-штормом сегодня вообще. Куда он движется, куда развивается, потому что, ну, как и все продукты, там, JetBrains довольно-таки часто выходят в какие-то обновления, релизы, да. Тут и язык PHP в последнее время очень активно развивается, да. Там, в каких-то предыдущих выпусках мы там с Никитой Поповым это обсуждали, ну, и вообще, на недавно прошедшей PHP-конф Russia много всего было интересного. Вот. Расскажите вообще, как у вас вот построена работа, ну, так, если издалека начать, да, то есть вот как бы, куда двигаются, кто задает вектор развития продукта, проекта? Не знаю, кому там ближе, но... Кирилл, ну, давай, ты уже начал. Давайте по очереди и рассекну первую. Ну, раз, разные источники, значит, которые задают пути развития, это и пользователи внешние, через различные каналы там общаются, бактрекер наш, социальные сети тому подобное, ну, и в целом, как вот ты правильно сказал, видно, куда язык развивается, и мы, в общем-то, идем вместе с ним. Вот, сейчас на 7.4 выходит скоро, очень такой богатый на возможности релиз, и мы, в общем-то, уже, наверное, в нашей внутренней сборке уже, наверное, почти все поддержали, вот. В последнем релизе не все, вот, поэтому мы, в общем-то, смотрим на язык, смотрим на пользователей, сами думаем о том, что делать и как. Ну, я бы еще добавил, да, что в последнее как-то время мы пытаемся упростить Pitch Pitch Storm, потому что он, конечно, классный, гибко настраиваемый, ну, и довольно много вещей там нетривиально сделать, вот, и мы это, как давно осознаем и пытаемся сгладить некоторые углы, убрать какие-то конфигурации, сделать побольше магии, ну, такое еще глобальное направление, потому что, как мы знаем, узнали, очень много пользователей пользуются Pitch Pitch Storm как текстовым каким-нибудь блокнотиком, вот, как-то хотелось бы это все-таки менять, двигать в какие-то, привносить людям добро, которое уже есть, давно там лежит, но никто им не пользуется, мало кто о нем знает. Слушай, а вот это, мне кажется, такая типичная ситуация вообще, ну, для такого рода продуктов, там, проектов, когда, знаешь, хочется, ну, с одной стороны, хочется добавить много-много разных фич, да, но это сразу же приводит к очень сильному усложнению и банально конфигурированию, да, то есть вот есть люди такие, ну, не знаю, может быть, я в каком-то смысле себя к таким отношу, когда мне там интересно полезть, пролазить, протыкать все менюшки, посмотреть там в каждом анализе, что появилось, какие галочки, на что влиять, но мне кажется, что я все же отношусь к меньшинству, и большинство они вот поставили, запустили, вот как оно из коробки есть, вот что позволяет, да, ну, какие-то, может быть, самые примитивные вещи, там, не знаю, шорткаты поменяли и все, вот так и пользуются, и тут как бы встает вопрос, типа, мы-то старались-старались, значит, столько всего делали, а никто не пользуется, обидно как-то, да? Так и есть, да. То, что называется discoverability. Как вы с этим боретесь вот тоже, как вы, кстати, анализируете вот те фичи, которые есть, но которыми не пользуется, вы там собираете, ну, наверное, понятно, что вы собираете статистику какую-то, да, вот, которая там есть, встроена во все продукты, или какие-то еще каналы, как вы это получаете? Ну, как бы, проблему тут двухэтапно, во-первых, надо обнаружить саму проблему, уже, во-вторых, ее решать, вот, саму проблему мы обнаружим несколькими способами, один из них, это действительно статистика, причем там она может быть как и тривиальная в духе, количество, не знаю, вызовов вот такого вот квитфикса, либо какая-то более хитрая в духе. После вот такого квитфикса часто Ctrl-Z нажимают почему-то. Это один из способов, автоматизированный, вот, а второй, это, в общем-то, личные эксперименты. Мы вот в последнее время стали на конференциях, например, проводить такое занятие, которое называется Code Golf, как мы его называем. Если коротко, то мы просим пользователей, которые приходят вживую к нам на будку, значит, добиться такого вот результата, то есть у тебя есть код до и код после. И вот задача превратить из кода код до в код после за минимальное количество нажатий. И, ну, это что-то в духе соревнования. Ну, интересно. Там есть лидерборг, все такое. Значит, люди, демонстрируя, используя свои навыки пользования IDEA, пытаются это сделать, а мы смотрим в стороне на них и, значит, записываем, почему они не нажали, ожидаемую комбинацию клавиш, но нажали ее в другом случае, условно. Пытаемся уже как-то в индивидуя напорядка подойти и разрешать все проблемы. Вот. Ну, также там есть UX-специалисты, которые могут, в принципе, обладая экспертными знаниями, решить, что уже скорее офлайн, уже онлайн, я думаю. То есть в духе вот эта фича, она неудобная просто, потому что теория X об этом так говорит. То есть это тоже можно так сделать. Интересно, UX-специалисты, а у вас есть такая комната непосредственно в JetBrains, куда вы приглашаете фокус-группы, например, дать попрограммировать своей маме? Или как работает пьяный человек с интерфейсом PHPStorm? Мы однажды делали изобилити-тестирование в таком довольно формальном виде на конференции. То есть там мы придумали сценарии, какие-то новые фичи, дали людям, записывали экран там. Конечно, куда они смотрели, мы не записывали, потому что все-таки на конференции это все было. Вот. Увидели, потом пересматривали те ролики, долго плакали и поняли, что надо что-то менять. Но, к сожалению, мы тогда не очень удачно построили в том плане, что мы выбрали какие-то действительно суперсложные фичи, которые нам казалось, что люди сейчас щелкают по-быстрому. Но в итоге приходилось стоять, шептать им на ухо, куда кликать. И то они не могли кликнуть, короче, прям больно было. Так, а вот такой прием, например, АБ-тестирование, это вообще применимо в ЭДЕ-мире? Что-нибудь про это слышали или сами применяли? Может быть, не в пейшторме, но в большой идее. Разные версии подсовывать разным пользователям? На самом деле мы такого не делали, но собираемся. То есть вот у нас статистика собирает людей, грубо говоря, по бакетам. И мы можем, в зависимости от того, куда человек попал, показать ему какой-то немножко другой UI, кнопочку куда-то сместить. То есть у нас недавно появилась такая возможность. И мы собираемся как-то начать этим пользоваться, чтобы понять, что, как, куда. А вот просвети по поводу статистики. Это, видимо, значит, пейшпишторм сам в фоне отправляет на сервера JetBrains какую-то накопленную информацию по нажатым клавишам, вызванным функциям. Я правильно понимаю? То есть пользователь где-то в начале при установке соглашается с отправкой статистики? Я вот сам уже, например, не помню. Не-не, есть там такое у них у всех, да, типа, анонимус дата, что-то типа того. Да. Она не совсем анонимус, конечно. Но на самом деле она довольно анонимус. То есть так как есть сейчас ГДПР, и мы о нем действительно очень сильно беспокоимся, то, к сожалению, мы посылаем гораздо меньше, чем нам хочется. То есть там любые какие-то вещи, которые могут хоть как-то указывать на тип проекта. Например, мы собираем в композер-пэккеджи, но только из топ-100, потому что если там, не дай бог, у человека какой-то кастомный пэккедж, и нам как-то это раскроет, где он там работает или кем он является, то это сразу ай-яй-яй. То есть у нас везде настроены жесткие фильтры, и очень часто мы, к сожалению, увидим вместо какой-то полезной статистики там undefined или еще что-то, потому что, грубо говоря, значение не прошло через фильтр. Или там, не дай бог, строка – это путь твой абсолютный. Да. И где твое имя. Юзернейм – это все. Юзернейм слэш твое место работы, слэш твой пароль. И слэш то, значит, то принципу, не знаю, какого-нибудь фильтра бума, да, мы отрицаем вообще все, что можем. И действительно много статистики теряются. Но, да, мне вообще кажется, мое мнение, что мы сейчас на таком этапе становления и использования этого инструмента. То есть, мне кажется, не знаю, Макс меня поправит, но мне кажется, что мы такие достаточно молодые в отношении использования вот всех этих инструментов, связанных там. Ну, грубо говоря, число. То есть использовать число для принятия решения по-нормальному, по-серьезному. Потому что, как бы, это проблема в том плане, что мы, например, разрабатываем ADE для пилочки, и сами разработчиками не являясь. И, как бы, еще хуже являясь жавр-разработчиками, на самом деле. И мы там, конечно, можем что-нибудь придумать, подумать, чтобы как было бы удобно и прочее использовать там, ну, банальные какие-то размышления. Но не всегда совпадают они с тем, что в комитете происходит на самом деле. И, в общем-то, эта проблема в том числе, я надеюсь, решит использование там данных чисел. Это мы об этом попозже поговорим. А сейчас все-таки немножко еще возвращаюсь вот в контекст, так сказать, вектора развития. Да, ну, ты уже там, Кирилл сказал, что, в общем, вы там во внутренних сборках поддержали почти всякие все фичи из PHP 7.4. Но интересно, что еще. Потому что вот вы сказали, что много каналов, да, откуда можно, в общем-то, вы черпаете, ну, какие-то идеи, скажем так, да, и задачи, и какие-то пожелания. И комьюнити тут уже слово звучало не один раз, что, в принципе, в общем-то, вполне логично. И вот расскажите вообще, куда еще, как бы, что такого вы делаете. Ну, вот там сейчас тема, например, линтеров и в силу поддержки всяких статических какой-то типизаций, да, вот в PHP, которая так, она начинает набирать обороты. Вот. Вот, много всяких там инструментов и какие-то утилиты статического анализа, в том числе, вот, много в эту сторону. Вот, что вы здесь какие-то, есть у вас идеи, или что вы хотите там в первую очередь сделать, поддержать, там, на что больше всего запросов от пользователей, вот. Ну, мы понимаем, в общем-то, важность и необходимость статических анализаторов в мире PHP. Все-таки язык некомпилируемый, и там ошибка у тебя может условно появиться в самый непотроящий момент, поэтому, так сказать, важный статический анализ делать. Вот. Ну, мы, словно говоря, в новом релизе, вот, больше сделали, чуть больше упор на количество, например, инспекций, каких-то там предложений изменить что-то, то есть, там, побольше где-то подсветить код, в том плане, чтобы побольше разных вариантов рассмотреть. Да, мы, наверное, к этому релизу уже в этом направлении чуть активнее решили двигаться, потому что, действительно, это важно. Слушай, а вот тут всегда, знаешь, интересная такая штука, вот, с одной стороны, вы там все время развиваете, улучшаете какие-то там интроспекции, да, вот такие штуки, но они очень невидимы. Они так маленькие, важные, но вот так потихонечку, там, ну, стали лучше понимать вот такие-то ситуации, да. А вот какие-нибудь там поддержки какого-нибудь инструмента, вроде бы, которые, может быть, скажем так, с точки зрения реализации на порядок легче, но она сразу вот, о, они поддержали, смотрите, какая штука появилась, классная. Вот что-то такое можете рассказать? Ну, вот, было такого рода фидбэки, как вы вообще на них там реагируете? Вот что-то, примеры такие из жизни? Ну, с инструментами чуть сложнее, потому что они медленнее. То есть у нас задача очень похожая, может выглядеть очень похожая на статический анализ, да, на который там написано на PHP, но, на самом деле, это принципиально разные вещи, потому что статический анализатор, он запускается словно по кнопке разово, а у нас все наши там инспекции, они вот в живом режиме запускаются на каждый тайпинг, и, следовательно, требования по перформансу к ним принципиально разные, и это, в принципе, диктует в целом постановку сдачи, на самом деле. Поэтому эти сдачи, они могут выглядеть похожими, но, на самом деле, они сильно разные. Не, ну да, это я понимаю. Я имел в виду, что вот, допустим, вы там в каком-то новом релизе добавили там интроспекцию какой-то штуки интересной, сложной, действительно, которая там быстро отрабатывается, супер, но пользователи ее не заметили, а заметили то, что там появился какой-то новая галочка, которая позволяет там, не знаю, сбоку рисовать там смайлик или папапчик или какого-нибудь там юникорна, который бегает, и они такие, о, вот это круто, вот это круто, а то, что вы там два месяца убили на поддержку какой-то действительно такой сложной фичи, там добивались ее оптимизации, это как-то осталось незамечено. Бывали же наверняка такие случаи, может быть, что-то вспомните из вашей там практики? На самом деле, мне кажется, такое происходит примерно в каждый релиз, вот, поэтому мы пытаемся сделать всегда некоторую такую комбинацию, то есть, с одной стороны, там есть важные вещи, которые действительно в повседневной жизни будут пользоваться все девелоперы, то есть, всякие инспекшены, там какие-нибудь выводы типов и пара таких громких имен, там, я не знаю, докер-компост-супорт, вот, там какой-нибудь код-сепшен-супорт, вот, то есть, потому что такие именно действительно названия, они привносят хайп, все начинают там твитить, писать, как здорово, хотя потом, опять же, мы открываем статистику, и никто этими вещами не пользуется, но хайп они и делают, вот, потому что, например, из-за бавного мы как-то ездили на конференцию DrupalCon, собственно, у нас есть плагин с Drupal, и подходят люди, говорят, какая у вас классная поддержка Drupal, все так здорово, вообще работает, мы открываем настройки, у них плагин даже не включен, вот, но зато у нас когда-то в релизе было написано Drupal Support, то есть мы там дополнительные еще какие-то штуки сделали, они прочитали, классно, теперь, наконец-то, Drupal поддерживается, ничего не включили, у них как работало, так и работает, но они теперь знают, что есть Drupal Support, вот так. Я, по-моему, даже вот уже на этот релиз, который недавно вышел, вы увидели там комментарии где-то с самих сетях моего пользователя, что он написал, что в духе, вот, классно, что вы поддержали типизированный пропертис, я, конечно, ими пока не пользуюсь, но вообще классно, вот, и я рад. Ну, это такой плагин плацебо, вроде есть, вроде нет, но все довольны. Конкретно, вот смотри, на Utrek я вижу, что одни из самых популярных запросов, это поддержка утилит типа PHPStan, Psalm, Phan, ну, как мы уже обсудили, это просто утилита, которая запускается по кнопке, у вас-то все поинтереснее, но, например, Psalm, он добавляет свой синтаксис к док-блокам, который позволяет более мощно описать типы самому пользователю, если пользователь уверен, что у него здесь какой-то дженерик от дженерика от дженерика, он может это описать. PHPStorm на текущий день, как я понимаю, работает с док-блоками, но в каком-то своем ограниченном синтаксисе. Будет ли поддержка вот этих наиболее популярных вариантов, например, Psalma? Ну, я бы не назвал синтаксис с PHPStorm ограниченным, он как раз-таки не расширенный, а вот то, что ты говоришь, это скорее расширенный синтаксис какой-то стороннего тула. Ну, дженерик мне сложно, в том плане, что понятно, что это полезная вещь, но у нее есть пара тонкостей. Во-первых, она все-таки, все-таки это сторонний фреймверк, то есть это сторонний какой-то тул, и даже если до факта все ими пользуются, как стабильность его, условно, не так известна, как стабильность, допустим, PHP, там, как организировать сложнее. Фича, в частности, которую там, о которой ты говоришь о дженерике, она тоже там абсолютно еще моложе. И там есть большое количество голосов на ней, но эти все голоса, они такие, они пришли там в течение нескольких дней, таким, что-то типа флешмоба, там, потому что люди заформовывают в социальных сетях, и, ну, наверное, они, это не то же самое, что если после 200 голосов набрались там естественным потоком за какое-то время, и, наверное, чуть меньше представляют потребность пользователя на самом деле. И, ну, как бы, мне кажется, в этом случае проще какое-то время как минимум подождать, потому что, опять же, непонятно с синтексом, непонятно, стабилизируется он или нет, до сих пор неизвестно там, что там будет с R5, по крайней мере мне, который тоже по HP-доке, то есть там люди вообще-то не договорились, и мы, конечно, можем, условно там, если мы, допустим, сделали там поддержку этого синдексиса, и все работает, и потом он, допустим, изменился, потому что это сторонний тул, почему бы и нет, как бы, и... А люди уже привыкли, и, как бы, большая интеграция, потому что он в идее работает, и делать все с этим непонятно. Плюс, не знаю, все-таки это такая фича очень, как ты сказал, прямо продвинутая, ну, как мы понимаем, то есть она действительно продвинутая, по-моему, сложная система и прочее, и, возможно, сейчас мы принесем больше пользу миру, если чуть более приземленные вещи пока что поделаем, которых у нас очень много, вот, и в целом, как бы, большинство разработчиков, возможно, больше такой пользы. Понятно. Ну, наверное, вполне себе такой здравый подход к этому, чтобы не бежать вперед, тем более, когда, так сказать, силы, затраты на реализацию, там, поддержку каких-то фич, они, скажем так, довольно-таки существенны, да, если это какая-то мелочь, то можно попробовал, не пошло, отбросил, как бы, вернулся и не страшно, а если что-то серьезное, то, да, вот, с альфа-бета штуками всегда есть такой момент опасный, когда люди там начинают такие суровые альфу тестировать, им что-то нравится, а потом она в процессе жизни еще там преобразовывается и совсем видоизменяется, и людям порой очень сложно уже перейти к нормальному, ну, скажем так, к релизному виду, потому что они привыкли к этой вот альфе, которая там была когда-то, и вот какой-то есть такой, может быть, некий негативный момент, наверное, на этом. Да, тут еще есть такая тоже небольшая проблема с тем, что, вот, мне кажется, что среднестатистический разработчик, ну, допустим, вот на PHP, значит, если он сидит в социальных сетях тематических, там, допустим, Twitter читает условно, PHP с форматом, PHP, слушает подкасты и так далее, в общем, мне кажется, есть позитивная корреляция с тем, что он продвинутый разработчик, а не, как бы, ну, там, базовый, если, можно сказать, да, если там поделить по уровням. Соответственно, те, кто просят, вот эти, реагируют на фичи в социальных сетях и прочее, они, вот, ну, мне кажется, больше шанс, что они все в целом продвинутые, то есть, ну, среднее их количество продвинутые больше, чем обычных разработчиков. Америку было бы что разработчиков, но это, как бы, ну, среднего уровня, если так можно выразить, разработчики, ну, как бы, которые, ну, о которых их желание, это особо даже и узнать тяжело, на самом деле, то есть, ну, что-то там не заработало, они расстроились, и все на этом. А потом в какое-то время они просто придут пользоваться, потому что им не нравится. Вот, и вот, как бы, мне кажется, важнее, вот, ну, опять же, если мы стараемся нашими игрушечными ресурсами больше пользы миру принести, в сумме этого, вот, нужно их как-то вот приоритет, наверное, ставить, не забывая, конечно, и продвинутов тоже. Кстати, о ресурсах. Интересно, а сколько человек работает над PHPStorm в команде? Сколько программистов плюс пара менеджеров, может быть? И если это сравнить с другими командами в самом JetBrains, у вас еще PyCharm, RubyMine, GoLand, то есть, на фоне других, на сколько? Ну, это мощная команда. Ну, я вот могу сейчас посмотреть наши внутренние ресурсы. У нас в команде 17 человек, не считая студентов, стажеров. Вот. Заботчиков из них 9. Включая, значит, 7 лета, 10. Это гораздо больше, чем я думал. Слушай, неплохо. А какому-нибудь GoLand сколько работает? Ну, так, навскидку. Человек 8, мне кажется. Поменьше, ну, в Гоанде меньше. Ну, то есть, неплохой вариант. PHPStorm достаточно мощная, можно так сказать, команда, но при этом, как вы чувствуете, вы успеваете за рынком или зашиваетесь и постоянно хотите расширяться, вакансии открыты, приходите. Кстати, закрываю эту тему, чтобы посмотреть минимум максимум, PyCharm, например, 28 человек. Вот. Это. Ну, у них зато сколько продуктов. У них есть PyCharm, PyCharm, там Education Edition, такой-сякой, поэтому их больше. Ну, у нас, если что к самой разработке, я могу за разработку сказать, а Макс у нас, вот он чуть больше по внешней части, он может там чуть более полную оперативную дать. У нас, в среднем, на одном разработчике больше, чем она под системой висит полностью. Вот. То есть, это полные нагрузки. То есть, по подсистемам я подразумеваю, например, completion, там, вывод типов, parsing, вот это вот все, там, поддержка тестовых фреймверков, рефакторинги. Вот. Обычно на одном разработчике больше, чем она висит под система. Это, к слову, нагрузки. Ну, то есть, это, скажем так, чуть больше, чем хотелось бы, да? Наверное, так. Или все же нормально справляетесь? Ну, тут баланс. С одной стороны, как бы, чем больше вещей, тем больше интересных вещей из них можно делать, да? Но, наверное, с этим, тем больше рутинных вещей из них. Это тоже нужно делать. Поэтому такое. Тут обоюдово страничить. У нас вакансии, на самом деле, всегда открыты, по-моему, она даже никогда не закрывалась. Потому что, если пришел умный человек, то найти, куда его приспособить всегда можно. Вот. И еще сейчас мы набираем периодически студентов. Там, вот, на летнюю практику у нас три студента, на весеннюю было, которым тоже выдаем задачи какие-то, что-то они делают. И, на самом деле, часть еще девелоперов, они занимаются не только питч-пристармом, то есть, а еще какими-то платформенными вещами. Ну, вот, поэтому вот все вот эти люди, часть из них где-то там 50% времени занимаются чем-то в платформе, в самой IntelliJ. Слушай, ну, про это мы сейчас еще поговорим, а вот, коль ты уже сказал там про студентов, расскажи немножко вот поподробнее про это такое направление деятельности. То есть, как бы у вас есть там, вы выделяете каких-то разработчиков, ну, за которыми, собственно, так сказать, закрепляются там стажеры, и они их там ведут на протяжении там двух-трех месяцев. То есть, это они там, условно говоря, тратят свое там рабочее время, в том числе на вот их как бы там, ну, поддержку, сопровождение, потому что они в любом случае там какие-то вопросы будут, но на то не и стажеры, собственно, да, все мы понимаем. Вот. Но поскольку ты говоришь, что вы там, как бы, у вас там весенний, летний, то есть, как бы, постоянно такой процесс есть, то очевидно, что выхлоп с этого все же превышает какие-то вот эти вот потери. Вот расскажи немножко про это. Ну, во-первых, у нас, как всегда, никто никого не выделяет, в том плане, что девелопер сам говорит, а вот хорошо бы мне найти студента себе, вот у меня есть такие задачи, все никак время не придет, руки не доходят, но хочется сделать ее. То есть, он пишет заявку на студента, потом, соответственно, там проходят собеседования какие-то, еще что-то. Он выбирает себе вот с этим человеком там можно поработать, берет этого человека к себе и дальше он под его, так сказать, полным подчинением они чем-то там занимаются. И мы несколько раз это уже пробовали. То есть, в целом, если поставить какую-то конкретную задачу, где понятно, что надо делать, где не надо проводить очень много какой-то исследовательской работы, то есть, надо вот сесть и запедалить там какую-то фичу, еще что-то. Студенты прям отлично всегда справляются, то есть, они очень мотивированные, у них довольно много свободного времени и это прям очень хорошо идет. А мы пытались сделать какие-то более такие абстрактные задачи в самом начале. Это уже, конечно, хуже получалось, потому что у них нет опыта, нет такой, как сказать, инсайта, грубо говоря, в то, как продукт работает, в какие-то наши философские какие-то вещи в всю нашу экосистему, и поэтому мы решили сконцентрироваться на каких-то конкретных вещах и пока довольно успешные эксперименты. Вот еще Кирилл может добавить, у него есть свой студент. Да, вообще история со стажировками, она очень классная по многим причинам, как Макс сказал. Во-первых, я подписываюсь каждым его словом. Во-вторых, в прошлом году 30% студентов наняли в итоге на работу полностью. Ну, порядка, если не ошибаюсь. Но это очень высокий показатель. Да. И оказалось, что вот взять студента-разработчика, у нас есть стажировки на разные направления, я говорю за разработку, по-другому я не знаю. Оказалось, что взять, значит, мотивированного, смешанного студента и воспитать его, ну, вот за стажировку, ну, грубо говоря, воспитать, то есть вот у нас там есть какие-то требования к разработке, есть какие-то правила, намного дешевле зачастую, чем взять разработчика и переучить его. То есть они намного охотнее вливаются в это все. То есть это, во-первых, очень хороший ресурс HR. И в частности у нас, например, даже в команде «Пятые стороны» есть несколько человек, которые бывшие студенты, бывшие стажировки проходили, в общем-то. То есть это работает. Действительно, задачи, которые... Ты вообще правильно все описал, Коэс, по поводу процесса. Я могу его чуть поподробнее, если интересно, рассказать. Конечно, конечно, давай. Да. Летняя и весенняя стажировка. Летняя – это два месяца, там весенняя, не помню сколько. Ну, вот действительно никто никого не выделяет. Разработчик, который хочет продать проект, он придумывает один или более проектов. В один день они все презентуют их, ну, то есть собирают студентов, все разобещают представить свои проекты, после чего идет формальный процесс отбора. То есть студенты сами выбирают какие-то проекты интересные, выполняют тестовые задания, затем собеседование и затем, в общем-то, устройство на, там, не знаю, по документу, на два месяца, в общем-то. И обычно это один проект какой-то, то есть анонсируется какая-то задача. Проект, конечно, может быть что-то типа пофиксить, там, энд багов на эпид-системе, вот. И, как Макс сказал, это очень хорошо у студентов работает, вот. Но, как бы, есть проекты чуть более абстрактные. У меня, кстати, проект, например, в этом году относящийся, наверное, все-таки чуть более абстрактные, неожиданно. И разработчик для этого студент подвел там полное подчинение, вы там регулярно общаетесь, пытаетесь, в общем-то, решить вашу задачу, параллельно получая оба ценные опыта. Студенты получают опыт в качестве, там, разработчиков, разработчики получают опыт в качестве менторов, который тоже очень полезный и очень интересный. После чего, значит, по результату, у этой стажировки есть какой-то результат, есть какая-то презентация, и после чего дальше пути расходятся. То есть, можно продолжить на осенней стажировке проект, если оказалось, что он, как бы, ну, долгоиграющий, можно сделать найму, то есть, ну, можно его сделать, либо можно этом закончить. Вот. А вот со стороны стажеров, студентов, вот так скажите, просто их, как бы, впечатление, ну да, они выбирают то, что нравится, соответственно, это уже сразу им, как бы, интересно, оно, опыт, ну, как бы, все мы, там, вспоминаем себя студентами, когда ты еще ничего не знаешь, тут реально, как бы, есть боевой проект, да, боевые люди с опытом, которые тебе, там, подскажут, помогут, там. В некоторых случаях это даже не хватает обычно так, как бы, и вот многие, ты говоришь, что даже, да, видишь, там, порядка 30% еще остаются. А это студенты в среднем четвертый-пятый курс, ну, то есть, такие уже, скажем так, заканчивающие обучение, или же там разного уровня вы берете, в зависимости просто тупо от знаний, от собеседования, от, как бы, желания, там, возможностей? Вот этого я не знаю, но я не вижу никакой проблемы взять студента, который еще в процессе обучения, как минимум на поставке, точнее, не вижу проблем. Ну, я не знаю, официальных часов. Понятно, ну, хорошо, хорошо. Ну, давайте вот про платформу, да, вот тут уже, собственно, Макс вспоминал, что там часть людей работает не только в команде, там, пищ-пишторма, то есть, одного продукта, но и в том числе платформа. Все мы понимаем, что так или иначе, там, все продукты JetBrains базируются вот на некой таком одном столпе, платформе. Да, и тут вот, как всегда, много вопросов. Оно чем-то схоже, знаешь, такое в разработке, ну, как в современном там вебе всякие микросервисы, когда куча микросервисов между собой как-то связаны и что-то такое вот, значит, единое, да. Здесь, может быть, немножко это так не совсем корректно применять, но хочется сказать, что что, что вот вроде есть разные продукты, но тем не менее, которые связаны с некой единой платформой, да, и тут разные команды, то есть, которые продуктовые команды. Команда занимается разработкой конкретного продукта, там, не знаю, патчарм, пичпишторм, и ее основная цель – это развивать этот продукт. Но они, вот, интересно, как у вас построено взаимоотношение с платформой, да, то есть, потому что есть какая-то вот у них свое там видение, куда надо чего развивать, у вас какие-то свои задачи, цели, и тут много вопросов, на самом деле, тут и вопросы, как вы там синхронизируете, как вы, ну, данные, да, потому что одним одно надо, как вы интегрируетесь постоянно, вот, вот, ну, как у вас это построен процесс, наверное, давай так, издалека начнем, потому что потом потихонечку попробуем углубиться. Ну, наверное, сначала стоит сказать вот вещи, которые бы идеально проочевидны, а для многих и нет, для многих, что вообще PHP-сторм архитектурно – это плагин Intel GID, плагин под названием PHP. То есть, у тебя плагин к идее под названием PHP, то это то же самое, что условно, PHP-сторм. И, соответственно, там, тот же PHP-сторм – это вот набор плагинов, поставленных на идею. Плагин DataGrip, плагин WebStorm, плагин PHP-сторм и с плэшем, допустим, с тормара. Словно говоря, вот. Это вот архитектура. Ну, да, действительно, есть как бы платформенные команды, есть команды, которые занимаются плагинами или там IDE, и, наверное, вот продуктовые команды делают, ну, продуктовые, наверное, будут подразумевать, например, нас, да. Мы, наверное, делаем то, что называется бизнес-логикой. Я думаю, программирование, то есть вот именно… Хотя у нашей бизнес-логики у него тоже есть своя платформа, есть своя бизнес-логика, так что можно поделить. А платформа, она, в общем, занимается, ну, зачастую, хоть и не всегда, такими более вещами базами. То есть, допустим, я там хочу сделать какую-нибудь фичу, и мне нужно для этого в том числе записать какие-то данные на диск, допустим. Вот, наверное, функционал, который записывать на диск, записывать эффективно, многопоточно, там, все такое, он, наверное, реализован платформой в общем случае. Вот. А когда записывать, при каких обстоятельствах, что записывать, наверное, решаю я. Вот. Если… Но это, опять же, зависит от случая к случаю, наверное. В общем случае это выглядит так. Ну, то есть тут, насколько я правильно тебя понял, основная идея в том, чтобы не сильно влезать прямо вот в ядро, скажем так, перепиливать, там, что-то допиливать под свои нужды, а просто немножко как вот именно как система плагинов, которые в совокупности вот, ну, как бы позволяют тебе оформить такой отдельный продукт, но ядро, как бы вот это ядро, платформа, и если что-то надо, то это надо идти к платформе, ну, туда и говорить, ребят, давайте там это сделаем, если это всем нужно, пусть оно там будет всегда, да, чтобы уже, как бы, не приходилось что-то там допиливать каждый раз, там, не знаю, патчить и так далее. То есть вот такая идея. Абсолютно верно. То есть некоторые, как бы, один из путей добавления там новой фичи в платформу, это когда она была сначала добавлена на местах у кого-нибудь, в какой-нибудь идее, потом оказалось, что она классная, и по-хорошему всем ее нужно заиметь, но она переносит в платформу. Вот, то есть она сначала проходит какой-то, это один из путей, то есть она проходит какой-то там срок жизни в идее, она там изменяется как-то и прочее, вот. Потом, когда она уже стабилизировалась, и оказывается, что она всем нужна, то ее можно отнести, да. Слушай, а вот очень-очень хорошая фраза, оказывается, что она всем нужна, да, вот расскажи про такой немаловажный аспект, это вот так шаринг знаний, да, внутри большой коллектива, большого внутри большой компании, да, потому что вот ты говоришь, что фича оказывается всем нужна. Как вы понимаете, что она всем нужна? Ну, если кто-то запилил, как вы там бежите, или у вас там есть какой-нибудь, не знаю, большой экран при входе, что там, Вася запилил фичу, если она тебе нужна, тыкни сюда, чтобы там не... Ну, то есть, да, понимаешь, проблемам, потому что команды сами независимые, и, конечно же, не хочется, чтобы 10 человек, 10 команд делали одно и то же, потому что им всем это нужно, да, хочется один раз сделать и переиспользовать это в дальнейшем. Вот как вы решаете этот вопрос такой довольно сложный? У нас есть большой экран, только на нем показываются просто коммиты последние вообще в NLJ, они, ну, так скорее, забавы ради. Ну, действительно, эта проблема есть, но у каждой ADE есть руководители, и эти руководители, они там раз в неделю все встречаются и обсуждают какие-то вещи, делятся, и я подозреваю, что на этих вот митингах можно рассказать, а вот мы сделали что-то интересное, вот, можно, не знаю, можно увидеть в блокпосте, как-то иногда бывает, что там люди что-то сделали, можно там по коду понять, то есть, я бы, ну, как бы, если человек прям уж очень радуется тому, что он сделал, он, может, об этом росла, к общей каналу, нужно писать, что вот, типа, я сделал, как вам вообще, такое тоже может быть, то есть, я бы не сказал, мне не кажется, что у нас, мне не кажется, что у нас есть какой-то общий канал, общий сценарий, как это все происходит, то, что я писал, потому что это зависит от случая к случаю, то есть, может быть, там твоя фича, ну, как бы, выглядит, в общем, в случае полезно, а она полезна только для тебя, вот, это вот от случая к случаю зависит, как бы, нет какого-то общего подхода. Ну, там, кстати, вот, да, да, Петь, давай. Технический вопрос, интересно, как вы это все склеиваете вместе, и так, у нас PitchPitchTorm, это плагин, вернее, это набор плагинов, среди них плагин PitchP, это самый главный, а с другой стороны есть кодовая база IntelliJID, это монорепозиторий, или это много разных репозиториев, и вы как-то ставите теги, так, вот эти вот коммиты, совместимые между собой по API, по BI. Это монорепозиторий. Отлично, очень модно, современно. И второй вопрос. Молодец, да, да. Вы как-то внутри команд придерживаетесь какого-то архитектурного стиля кодирования, у вас есть какие-то стайл-гайды, и что интересно, вот сейчас Kotlin, есть ли у вас какая-то такая указка, так, сейчас все новое пишем на Kotlin, или каждая команда выбирает самостоятельно, но тогда, возможно, возможно, это как-то сложнее мерджить, потому что если вы захотите написать фичу в платформу и напишите ее на Java, а там уже все ребята на Kotlin, и они такие фу-фу-фу, давай этот переделывай свой pull-request. Так, вопросов было много, я, наверное, не знаю даже, с какого начать. Давай заново, только по одному, я забыл уже. Есть ли у вас какие-то общие стайл-гайды, и что делать, если разные команды выбирают для себя немножко разные подходы, в том числе Java против Kotlin? Ну, смотри, стайл-гайды в командах есть какие-то, мы там, ну, по камере мы в Clip Store очень ответственно относится к отцовскому превью, особенно там на начальных этапах. Я могу, я, наверное, у разных команд разные стайл-гайды, это почти наверняка. Однако, если требуется какой-то общий подход, который как бы на все идеи должен распространяться, зачастую это, это может быть как бы две причины этого может быть, это либо там стайл-гайд какой-то, либо это функционально должно так работать. Если функционально, то в платформе банально вставляются assertion на это, ну, assertion, в общем-то, то есть проверки, то есть используешь какие-то методы платформенные, и вот в этом платформенном методе есть проверка на то, что его вызывают так, как нужно. И, соответственно, ты получишь exception, если вызовешь неправильно. Это первый способ устанавливать, если нужны такие правила. И второе, ну, это инспекции внезапно, то есть наш локальный профиль инспекции, и у нас там есть тест на TeamCity, и есть ряд инспекций, которые в наших терминах называются zero tolerance, то есть совершенно абсолютно дегенератные, и если у тебя там новый код платит в инспекции, то это выпадение бюлда, тебе нужно это чинить. Вот. Это тоже решается в целом коллаборативно. А вы-то на чем пишете? На джаве или на котлине? Мы пишем на джаве. Ага, а почему не на котлине? Ну-ка, ну-ка. Ну, много причин. Ну, во-первых, нет никакой указки, то есть пишите на джаве, пишите на котлине, по камере сейчас, и я про нее не в курсе, что такая должна быть. Ну, пока нам удобнее писать на джаве. Ну, в общем-то, по причинам, которые, наверное, можно с натяжкой назвать историческими, вот, и, ну, в целом, нам пока удобнее так. Мы пробовали чуть-чуть на котлине, пока нам удобнее на джаве. Интересно, интересно. Слушайте, ну, вот мы уже, коль, затронули разные языки тут, да, и там котлин, джава, а возвращаясь там к каким-то там закинутым фразам в самом начале, хочется задать вопрос, вот, что вы-то сами пишете на джаве, там, ну, неважно, котлин, джава на одном языке, да, а пишете продукт, который должны использовать разработчики на другом языке. Да, и вот тут, тут, как бы, сразу встает очень много интересных вопросов, ну, вот, собственно, Кирилл, ты уже их так немножко, как бы, озвучивал, да, так обозначал, скажем так, проблемы, что ты, как программируя, там, ну, допустим, на джаве, да, джавист, не всегда можешь понять те подходы, ну, и они тебе кажутся разумными или, там, принятыми, как это делают в мире PHP. Вот интересно тут понять, как вы пытаетесь эту, скажем, эту разницу немножко сгладить и сблизить эти языки, подходы, но в том плане, что в любом случае ты же разработчик, ты пишешь, как бы, делаешь продукт, ты, ну, вынужден там, вынужден, но я надеюсь, что все же не вынужден, а что все же, как бы, ну, в силу своей работы, специфики, должен понимать, как это будет в конечном итоге использоваться, да, и вот, собственно говоря, как вы с этим решаете, то есть это больше привлечение каких-то людей, типа, там, ну, Аля Деврел, как бы, вот, там, вот, Рому Пронского обязательно вспомним, передадим ему привет, я знаю, он нас будет наверняка слушать, да, то есть человек, который с мира PHP, но который вот привносит, ну, смотрит и какие-то идеи, как бы, немножко с точки зрения комьюнити, как вы сами, то есть, вот к этому, вы пытаетесь эту грань, так сказать, вот эту пропасть немножко нивелировать? Тут, наверное, Макс чуть больше сможет рассказать, о чем я, я так вкратце скажу, что, опять же, общего рецепта нет через серебряные пули, и мы действительно эту проблему, действительно с этим сталкиваемся, есть разные способы решения этого. Один из, это бета-версии, которые у нас называются early access program для API, соответственно, особо интересуются пользователи, они ставят эти бесплатные версии, которые не гарантированно, что стабильные, в которых там свежие фичи не появляются пораньше, и если они там видят какую-то принципиальную проблему, они нам об этом говорят. И зачастую бывает, что они, ну, что они говорят по делу, мы это исправляем. Макс, ну тогда это тебе слово, раскрой поподробнее. Да, на самом деле пользователи помогают нам вот этот барьер как-то переступить, потому что они нам обычно рассказывают, вот на самом деле там мы делаем так-то и так-то, вы мне тут показываете то-то и то-то. Плюс на самом деле мы всегда смотрим на какие-то настоящие проекты, то есть мы берем какие-то фреймворки, там на них тестируем инспекшены, какие-то ворнинги, там рефакторинги, кликфиксы, то есть мы всегда берем, естественно, какой-то PHP, настоящие там известные фреймворки, там Symfony, я не знаю, там Laravel, Drupal какие-то такие, то есть всегда проверка на то, что мы не придумали себе какие-то сценарии, которые на самом деле никому не нужны совершенно. Естественно, иногда спрашиваем у Ромы о каких-то вещах или вот теперь у нас есть Никита, то есть можно у Никиты спросить, а вот ты там задизайнил новую фичу языка, вот как ты вообще предполагаешь, что там ее будут использовать, кому она вообще нужна, вот, что в ней вообще полезного. Ну то есть как-то вот пытаемся по сусекам, по скриптиве какую-то информацию достать, спрогнозировать, то есть естественно мы не всегда угадываем, но это, даже если бы мы были бы программистами на PHP, это было бы все равно невозможно, то есть там какая-то новая фича языка и даже, грубо говоря, создатели PHP не знают, как именно ее будут использовать в настоящей жизни, поэтому, то есть бывают и ошибки, когда мы что-то делаем, думаем, вот сейчас классно получится, потом все приходят и говорят, давайте уже откатывайте по скрипе и обратно, невозможно так жить. Да, я тут добавлю к Максу тоже, что вот у нас, допустим, есть команда, которая делает поддержку Java, которые, будучи сами разработчиками на Java, да, опытные, делают поддержку Java, и даже у них иногда бывает, что вот кто-то сделал фичу, и, ну, как бы в каналах наших в Slack идет обсуждение вообще целесообразности этой фичи и ее, там, представленный дизайнер, хотя это сделали опытные Java-разработчики, да, Java-разработчиков, как бы даже у них такое бывает, а у нас и подавно. И вот, мне кажется, просто все, кому скрести, это прямо идеально описывает наш подход. Да, мы бывает ошибаемся, и с последних наших ошибок мы, наверное, ошиблись с инспекцией про make-method static, то есть мы сделали инспекцию, которая детектирует, что у тебя метод, в нем нет обращения к инстанцу текущего класса, к ZIS, грубо говоря, и предложение сделать его static, вот, мы как бы считаем, мы в Java в целом считаем этот подход более таким диаматичным, потому что там метод, ключевым словом, коммуницирует о том, что он там не от состояния зависит, рефакторить его проще и так далее, а вот в мире PHP, это было принято прямо в штыки, и мы в итоге эту инспекцию по умолчанию сделали без подсветки вообще, такие вот дела. Слушай, вот это классная инспекция, я на нее обратил внимание в какой-то момент, мне так понравилось, я думаю, вау, отличная идея. Но не всем, не всем так. А видишь, говорят в штыки, да? Ну, в принципе, не, у меня она пока работает, наверное, в следующем каком-то обновлении придет ее отключение. Ну, ты, наверное, у себя это переопределил. Может, переопределил, не знаю. В общем, я пока довольный. Ну, это радуется. Слушай, ну тут, мне кажется, вот, как бы, конечно, серебряная пуля была бы, если там каждый разработчик именно PHP-шторма был бы еще и разработчиком PHP, там, да, то есть там, чтобы он полусвободного времени, полурабочего времени писал код джала для самой платформы, ну, в смысле, для PHP, да, а еще половину времени именно что-то писал на PHP, чтобы понять, а как же то, что он там написал вот до обеда, оно реально, так сказать, работает или нет, но вот так, конечно же, не получится, ну, скорее всего, да, но все равно нет... На самом деле может получиться. Это называется плагины от сторонних пользователей, вот, и это как раз таки, это описывает то, что ты... Вот, расскажи, слушай, вот это я не знаю, вот как-то с этой точки зрения не смотрел на это, расскажи подробнее, да. Ну, плагины, как в PHP-стором есть плагины, и зачастую их пишут пользователи PHP-стором, которые, будешь разговаривать как PHP, знают о доме новости, возможно, чуть больше того, как де-факто происходят вещи, чем мы, и вооружившись базовыми знаниями Java, они уже реализуют свои знания в виде плагина, вот. У этого подхода есть ряд проблем, во-первых, нужно знать Java, во-вторых, нужно знать IntelliJ платформу, что сложно, вот, но мы стараемся идти в том направлении, чтобы пользоваться PHP-стором, разработчикам, было проще настраивать поведение IDE, было проще это делать. Слушай, ну, а вы, соответственно, потом просто смотрите на эти там плагины, если действительно какие-то вещи там вам кажется, ну, вообще настолько они прям вот хорошо идут, что можно было бы там перетащить этот функционал в именно PHP-стором, вот такие случаи бывают, или вы просто не заморачиваете, что, ну, как бы уже есть плагин, зачем надо что-то еще там изобретать? Слушай, ну, я не помню, что прям, что-то происходило прям так, как ты описал, не знаю, может быть, Макс помнит, он подольше, чем я работаю, прям, я не помню, что-то прям перетаскивали, мы бываем, ну, мы, у нас есть опция предлагать плагины для установки, то есть ты, когда установишь PHP-стором, там есть этот фичер, как это называется, плагины, промоуты, вот, которые там мы считаем, что они, ну, хорошо тебе опыт разработки улучшат, вот, это, наверное, получше так сделать, это, как бы, честно будет, поэтому не помню, что мы что-то перетаскивали. На самом деле, да, перетаскивали мы немного из-за того, что основные наши плагины, самые важные для PHP-сторма, это все-таки поддержка фреймворков, то есть это Symfony, Laravel, вот, там, дополнительный набор инспекшнов, и такого функционала просто нету в самом ядре, то есть даже перетаскивать, на самом деле, некуда, вот, ну, в каком-то смысле, да, то есть если поддержка Symfony, то либо нам надо полностью писать всю поддержку Symfony тогда внутри себя, либо просто помочь, вот, плагины писателю, как мы сейчас делаем, вот, и как-то с ним поработать, у нас есть, например, тесты на эти плагины, что на performance, что они не просаживают там проект, вот, мы делаем периодически pull request, если мы понимаем, что мы сломали какой-то API, и у них сейчас плагины отвалятся, то есть мы часто приходим, делаем pull request, вот, ребята, пожалуйста, замерзайте, тогда в следующей версии все будет хорошо, ну, то есть, на самом деле, у нас авторов именно для PHP-сторма, авторов плагинов не так много, поэтому мы каждого холим и лелеем, вот, с каждым пытаемся какой-то личный подход, то есть там некоторые из них приезжали к нам в офис, мы общались, но как раз один из авторов Symfony плагина рассказывал о том, что он был PHP, и сейчас PHP-девелопер, и однажды, вот, ему хотелось очень навигироваться между Twig'ом, там, куда-то в PHP, вот, между сервисом, там, и Vue, вот, он подумал, что вот, очень хочется так делать, сел, вечером написал плагин, потратил четыре часа, и на следующий же день он говорит, я эти четыре часа и сэкономил тем, что вот у меня есть теперь такой плагин, и на самом деле он продолжает девелопить фичи для Symfony, как бы, основываясь на своем личном опыте именно работать с этим фреймворком, ну, и для нас это, конечно, идеальное сочетание, потому что человек в теме пишет как для себя, и там, естественно, очень важные, полезные штуки реализует. Слушай, здорово, здорово. Да, второй, второй способ решать эту проблему – это дать подставим настраивать IDE без использования языка Java. Вот, у нас есть три отвечей на это, когда ты с помощью, грубо говоря, вот я, например, PHP рассказывал, как ты с помощью PHP, грубо говоря, кода меняешь поведение IDE. Это тоже направление, которое кажется интересным, потому что порог вхождения, он все-таки большой, объективный, поэтому мы стараемся тоже это облегчить. Да, вот я как раз хотел спросить про эти мета-PHP файлы. Появились пару версий назад, может быть, и функционал все еще расширяется. Как я понимаю, у вас есть какие-то планы. И действительно, с помощью мета-файлов можно описать поведение функций, чтобы автокомплит лучше подставлял нужные варианты. Да, да, все так. Это в том числе авторам фреймворков получается удобно. Можно описать свой фреймворк в мета-файле, даже какой-то самописный фреймворк, проприетарный, внутри компании, который используется. А насколько вы на это делаете ставку, насколько вы хотите расширить, углубить эту систему, чтобы можно было вообще там по максимуму все на мета-PHP файлах описать, а с точки зрения идеи, идея как такой движок обработки парсинга этих мета-файлов. Да, мы хотим. Это классно, что функционал по той причине, что опять же PHP в силу природы, геологического языка, в нем есть случаи, которые мы никогда не сможем статическим анализом узнать. То есть, в ходе статического анализа, ну там, филотипов и тому подобное, все равно, в общем случае, нельзя решить эту задачу. У тебя все равно может быть функция, которая неизвестна, типа возвращаемого значения. Либо у тебя может быть какой-нибудь magic метод, который там динамически в рантане собирается, его название, и ты статическим анализатором, либо это будет очень сложно сделать, либо оно будет работать, будет очень нервно работать. Поэтому действительно было... То есть, ну, тут как бы на помощь приходит внешняя аннотация, как это называется, ну, больше декларации. Например, для тех же magic методов это могут быть PHP-дог методы, которые там в комментариях ты указываешь, как твой код на самом деле работает. И это как бы помогает одновременно и IDE, и людям, которые в целом читают все это дело. Поэтому да, то есть это все важно, помогает, но эта фича, она вот из разряда продвинутых, если воспринимать начало нашего разговора. Количество людей, которыми их пользуются, ну, оно, конечно, ну, не такое большое, которое пока что... Ну, если бы их было бы больше, мы больше времени этому уделяли. Вот, это, конечно, такой парадокс, да, что... Если бы мы больше уделяли, то было бы больше людей в своем пользовании с этим. Например, вот та же метода про completion. Вот, например, там один сторонний пользователь, вот он прям проаннотировал, допустим, методы Symfony. Вот он сделал на GitHub репозиторий с аннотацией на сегодняшний для Symfony. Вот, поэтому посмотрим, посмотрим. Вообще хотелось бы это развивать. В общем, очень похоже, знаешь, на что, Петя, это самое, как когда ты там пишешь код там на JavaScript, а потом берешь там аннотации, которая из DTS, ну, помнишь, TypeScript из TypeScript. Да, TypeScript аннотации. Типы, это вот примерно такая же идея, то есть какой-то кусок, который можно отдать, скажем так, комьюнити, который кому надо, и в то же время как бы дать возможность зато всем остальным его там использовать. А вот схожий тогда вопрос из этого вытекает. Например, вот эти DTS в JavaScript мире появились гораздо раньше, чем аннотации MetaPHP в PHP-шторме. Соответственно, команда WebStorm уже знала про такой ход конем. Возможно, есть еще какие-то другие ходы конем, про которые знают патчармовцы, рубимайновцы, у которых все тоже очень динамично. Может быть, вы как-то обмениваетесь вот этими приемами, какими-то идеями? Как нам наши динамичные языки обуздать? Ну, короткий ответ, наверное, ближе нет, чем да. То есть это языки очень разные. Это, знаешь, такое заблуждение, когда вот человек приходит и спрашивает, вот вы пишете там те же самые инспекции, которые уже были для Java, для PHP. Ну вот в чем вообще смысл? То есть нельзя скопировать, возьмем Java на PHP, готово. Потому что, ну, там те же циклы, ифы, они вот очень похожи. Но на самом деле нет, они очень разные. И даже небольшая деталь, она может принципиально вообще изменить вообще полностью подход к реализации. Тот же взятие сливок типов, например, то есть, ну, это принципиально разные вещи. Если хотите, я могу там, мы можем, конечно, угубиться в технической детали, но это в целом принципиально разные вещи. Вот, они выглядят похожими только. Слушай, ну ты, кстати, вот расскажи немножко, может быть, знаешь, я думаю, так чуть-чуть, не сильно прям уже далеко залезая, но все же, вот где такая техническая вот эта грань между тем, что лежит на стороне IntelliJ в плане обработки языка PHP, какая часть отдана вам на сторону плагина PHP? То есть, условно говоря, ну, как бы вот, там, IntelliSense, AST, да, то есть, платформа отвечает за разбор, там, условно говоря, AST, а мы, вы уже, как, понимая специфику конкретного языка, там уже, соответственно, там, понимаете, как это дело обработано. Ну, вот какие-то такие, вот, вот где эта грань, то есть, что же... Слушай, ну, я понял, ну, вообще, как бы аналитически ее будет тяжело определить, потому что это по-разному работает. Но, в целом, ну, вот, парсим мы, например, сами код, то есть, из непосредственно файла lexing, parsing, там, PSI, как это называется, это мы сами делаем. Вот. Однако кишочки вот этого парсинга, да, то есть, откуда они к нам пришли эти лексемы, то есть, вот мы сказали, сделайте, допустим, вот, мы парсим файл, нам пришел файл, да, мы сказали, хорошо, это вот текстовый файл, мы сейчас его превратим в лексемы, затем куда-то отдадим, и они нам обратно вернутся в другое место, где мы уже ожидаем, что мы их превратим в дерево. Затем мы это дерево, когда мы превратим, мы опять куда-то отдадим, и оно нам в другом месте, в третьем придется, где, значит, уже на его основе может быть индексы строить. Вот эти вот этапы, когда мы, вот, когда мы на эту ленту кладем, значит, конвейерную, вот это уже скорее, вот это, наверное, это грань. Хотя, опять же, повторюсь, в нашей, то, что называется бизнес-логика, у нас тоже есть своя платформа и своя бизнес-логика. Интересно, интересно. Ну, то есть, это такая, на самом деле, очень тесная интеграция, по большому счету, на разных, на очень разных этапах, то есть, там, что-то вы парсите сами, где-то вы там уже используете какие-то фичи, там, например, просто построение дерева там, потом она возвращает, вы ее преобразовываете, потому что вы лучше понимаете бизнес, как бы специфику, там, PHP, а потом опять отдаете куда-то там в платформу, чтобы она там уже использовала какой-то готовый механизм, там, превращение этого, там, в ST, я уж не знаю, ну, что-то какие-то такие моменты, то есть, это, нельзя сказать, что это вот какую-то такую привести четкую прям вот линию, это здесь, это там, да, вот такого нету все же. Слушай, нет, учитывая, тем более, что иногда, чтобы тебе подчинить баг или, там, сделать фичу в продукте, тебе нужно это изменение сделать в платформе, ну, то есть, а смотри, видишь, у вас на рейтмон-репозиторию, то есть, тяжело увидеть прям, то есть, конечно, есть грань, то есть, есть непосредственно технический модуль PHP Store, да, в котором вот код лежит, но чисто функционально я вот не нашел вот такой жесткой грани, то есть, тут зависит, как бы можно свой уровень кэши, допустим, добавить, можно использовать платформенный, ну, то есть, вот такое прям, что зависит ситуация, сложно это. Да, да, непросто. Слушайте, а вот еще, смотри, вот последнее время, там, ну, не знаю, насколько это вам, но просто интересно, чуть-чуть, может быть, вы что-то расскажете, вот, там, ну, все продукты, там, JetBrains, они, так иначе, там, работают на GVM, да, и вы, там, в какой-то момент, там, поддерживаете, сейчас даже последние сборки, насколько я понимаю, все выходят на базе вашего собственного рантайма уже, да, соответственно, он, там, еще не является, там, сертифицированным, как это там, ну, как бы, не полностью SpecCompliance, да, вот немножко, все равно про это расскажите, может быть, вы знаете хотя бы, так сказать, со своей стороны, как бы, чем вызвано это, просто просто устали поддерживать, что-то дорабатывать, или бы нашли какие-то прям вот такие сильные плюсы в том, чтобы вот свою сделать? Да, я могу немножко рассказать, там, на самом деле, она не то, что своя, то есть, у нас меняется, по сути, имплементация каких-то UI элементов, и вся эта история началась, собственно, с MacOS, когда они выпилили Apple поддержку своей Java, и сказала, ну, теперь пользуйтесь от Oracle, а Oracle, собственно, все эти года на MacOS вообще особо не смотрел, и вот там началась веселуха, когда там половина UI не работала, меню не нажимались и так далее, и, собственно, пропихнуть патчи в JDK не так-то быстро, чтобы они в какую-то основную ветку вошли, и нам приходилось что-то сбоку там допиливать, и потом как-то команда приобрела некоторый опыт, собственно, патчей этого JDK, мы набрали людей из Oracle, которые занимались, собственно, там, AVT, свингом, собственно, JDK, и теперь, собственно, они пилят какие-то вещи, которые на JDK не работают, а вот нам хочется, там, какой-нибудь антиалайзинг, там, поддержку шрифтов, там, лигатур каких-нибудь с фокусом, очень много разных фиксов, потому что в самой Java тупо много багов, и их надо чинить, и вот мы чиним это на своей стороне. То есть вся наша JDK, по сути, это AVT-шные всякие, свинговые модули именно для отхисовки. Ну, больше такой UI-ная часть, как бы. Да, да, да. Вот по UI-ной части ваш конкурент Visual Studio Code на электроне написан, и UI многим нравится, хотя электрон этот много жрет и памяти, и вроде тормозит, с другой стороны, достаточно отзывчиво, неплохо, плавно, там, и анимация, и все такое. А Java, вы, значит, уперлись вот в свинг, приходится самим патчить, возможно, это тяжело. Я также читаю Тонского Никиту Прокопова, то, что он в JetBrains проводит некий эксперимент с вашей командой, ну, не с PHP-шторма, а в целом JetBrains команде по улучшению отзывчивости, перформансу и редактора кода. Какие-нибудь инсайды дайте, пожалуйста. Что вы по этому поводу думаете? Может быть, вам стоит сменить UI-стэк? Допустим, алгоритмы все индексации хорошо на Java пишутся, но вот UI надо что-то с этим делать, как-то это все подзывчивее сделать, побыстрее. На самом деле очень... Это сложная задача, потому что UI у нас как бы переплетается с логикой на многих местах. То есть не то, чтобы одну гаучу заменил один модуль на другой, UI-модуль. То есть много мест, где переплетаются. Это не так просто сделать, как кажется. На самом деле ведутся разные работы в разных направлениях, то есть начиная от полной смены действительно движка, заканчивать тем, что мы пытаемся пайплайны, именно отрисовки, то есть там, например, на МакОси, выкинуть этот OpenGL-отрисовку, поменять ее на что-то другое. То есть пытаемся с разных сторон подойти, потому что мы знаем, что действительно важно, чтобы все отрисовывалось быстро, красиво, нативно. И много людей над этим работает. Ну, я так понимаю, во всех командах, в первую очередь, наверное, в платформе в основной, она же занимается трисовкой, как бы тут. Да, да, да. Ну, то есть еще пару-тройку лет подождать придется. Задача достаточно большая на ранних стадиях исследований. Есть разные работы, но пока нам нечего в том поводу сказать. Понятно. Ну что, мы вроде так какие-то основные моменты, какие хотели обсудить. Расскажите немножко, куда вот, какие у вас там ближайшие планы из интересного, может быть, какими-то инсайдами, что такого хочется вот интересно сделать. Вы уже там в начале, вы упоминали это про то, чтобы лучше немножко анализировать фичи, используемые фичи, да, чтобы немножко лучше понимать, проводить аналитику и понимать, что действительно используется, что не используется. То есть действительно такая серьезная, интересная задача. Вот что еще какие-то такие глобальные? Ну, про какие-то просто тупо там поддержку фич в языке. Понятно, что язык развивается, а вы как бы стараетесь идти в ногу со временем. А вот именно таких каких-то более концептуальные, высокоуровневые вещи. Интересно. Ну, их много разных внезапно, да. Из таких, что можно рассказать, ну, наверное, мы пытаемся пойти в сторону того, чтобы дать пользователю больше возможности категорировать возможность ID на своей стороне, опять же, как я сказал. Причем это выражается не только в метафайлах, а, допустим, использовать тот же структурный поиск и прочее. То есть инструменты, которые позволят много облегчать опыт, значит, опыт изменения ID пользователя на его стороне. Вот. Используя там, если скажем, например, тоже PHP-код, либо какой-то промежуточный код, чтобы это было проще делать. Это такая экспериментальная вещь. Макс правильно сказал, что discoverability – это проблема. То есть рефакториков много, рефиксов много, чтобы о них после узнал и не был раздражен одновременно. Вот это нужно постараться с этим. Мы тоже в этом направлении стараемся двигаться. И причем тут, к сожалению, нет какого-то одного способа в духе «давайте все, давайте вот все рефакторы не вывести в контекстное меню, и все будет работать». То есть так, к сожалению, сделать нельзя. И это тоже решается с вязанием острых углов там и тут на местах. То есть это как бы такая работа, от которой и фидбэк тяжело получить одновременно, и, ну, что вообще проблема, и как делать, тоже не до конца понятно. Статические анализаторы тоже действительно набирают обороты, и видно, что комиссия не заинтересована. Вот, наверное, нам тоже нужно это принять внимание. Но опять же, про проблемы мы уже чуть-чуть поговорили, что это технически может быть сложно, потому что технически вещи разные. Что я еще, Макс, спустил? Мне кажется, основные моменты обозначил. Да, но мы все-таки, в первую очередь, конечно, для нас стабильность и производительность – это то, что, наверное, максимально важно, чтобы функционал работал правильно и быстро. То есть это может быть. Вот вы сейчас спросили про какие-то глобальные большие вещи, да, а вот это, на самом деле, в моем понимании, самая большая глобальная вещь. Сделать так, чтобы индексация не тормозила, чтобы рефакторинги работали без багов. И это, ну, как бы это тоже проблема без общего решения, то есть, в группе пофиксить там 10 багов, которые зафарили. Это тоже большая общая проблема. Например, яркий пример, почему эта проблема большая. Допустим, ты сделал какое-то изменение в коде, вообще любое. И вот нет, и у нас есть свой тест-сьют, ну, свои юнитесты, там, функциональные тесты, но нет гарантии, что ты где-то что-то не сломал, особенно с точки зрения инспекции. Поэтому у нас есть, например, инспекции-конфигурация, у которой есть там, не знаю, много больших проектов, скачанных на PHP, и все инспекции запускаются на серб больших проектов. И считается банальное количество срабатываний. То есть, если ты сделал не хорошие, не плохие, просто количество срабатываний. И, допустим, их было тысячи, а после того изменения, я поменял на 100+, стало 2000. И нужно разбираться, как бы, хорошо это или плохо. И вот без таких больших решений глобально, как бы, вот эту задачу не решить с качеством и с производительностью тоже. Вот. Производительность тоже – это проблема, потому что ее надо мерить. А мерить тоже, как бы, то есть производительность сама разная. То есть, у тебя, может быть, там, зависит что-то в идее, у тебя может просто долго что-то асинхронно вычисляться. И, в общем-то, автоматизированно это все трекать, вот чем часто стимак занимается, да, и там его подразделения. Это тоже задача вообще. Это некривиальная. И только решив ее, значит, можно гарантировать с какой-то долей вероятности, с какой-то долей уверенности, что в целом будут рефакторники там функционал быстрые, в целом они будут стабильные. То есть, не то, что там пофиксить там 10 багов, это большая задача и обеспеченная решена. Не-не, я тут с тобой полностью согласен, что, как бы, самое важное – это то, что пользователи уверены, что каждый там новый релиз не сломает им ничего и действительно привнесет что-то нового, да, то есть, как бы, но, как минимум, ну, ничего не сломается. Это очень важно. Это, как бы, первая часть, наверное, задача. Но тут, наверное, тогда, Макс, ты немножко расскажи вообще, как вот, какие вы используете там подходы. Ну, вот уже Кирилл немножко рассказал, да, там и про замеры каких-то тестов, тест-сьютов, которые меряют там банально какие-то характеристики, показатели. Ну, может быть, ты немножко подробнее подробнее раскрою, вот, что еще вы применяете, с какие метрики собираете, какие подходы, с какой стороны смотрите, чтобы, ну, хоть как-то попытаться быть уверенным, да, в том, что там какие-то новые разработки, которые там попадают, да, там в мастер, в сборку, что новый билд, короче говоря, не хуже, чем предыдущий. Ну, у нас действительно такое, несколько уровней, то есть, начиная от юнит-тестов, которые пишет девелопер, потом идут уровни интеграционных тестов, то есть, вот, запуск инспекшенов на известных проектов, потом запуск перформанса и анализ разницы между предыдущим билдом, то есть, поехали ли у нас куда-то цифры, или сменился какой-то тренд, там, я не знаю, все наверх поползло, там, время индексации, я не знаю, или время комплишена, также, например, эти перформанс-тесты измеряют задержки от крисовки UI, то есть, если там превысили они 75 миллисекунд, то тоже тесты падают, мы начинаем смотреть, пытаться найти коммит, который это вызвал, потом, естественно, на каждый баг у нас есть этап ручного тестирования, то есть, там, например, девелопер заимплементил новую инспекцию, вот, либо я, либо мой коллега, мы, собственно, открываем эту новую инспекцию, пытаемся в нее и какой-то реальный код вставить, и придумать какой-то несуществующий, там, открыть какие-то сорцы, например, того же PHP, посмотреть, как она отрабатывает на каких-то корнах, кейсах, то есть, ручное тестирование проводится на каждый пофикшенный баг, вот, и вот, потом, собственно, перед самим выпуском у нас есть смог-тестирование, где мы прогоняем основные сценарии, чтобы какой-то иметь бейзлайн, потом есть платформенные, соответственно, там, и issue tracker, который мы проверяем, появился ли у них там какой-то critical, который они, например, забыли сообщить, а мы сейчас с ним выпустим свою версию, то есть, такой процесс, он, как бы, довольно многогранный, мы пытаемся с разных сторон подойти, вот, естественно, иногда все равно что-то проскакивает, но очень часто это происходит даже не из-за того, что мы там пропустили какой-то кейс, а просто наше представление, например, о том, как девелопер на PHP, опять же, отличается от реальности, то есть, когда вот реальность, так сказать, ударяет, вот, происходят какие-то там критические проблемы, потому что мы, например, думали, что там этой фичой никто не пользуется, и вот то, что тут несколько несглаженных углов, как бы, можно зарелизить, а потом оказывается, что вдруг она очень важна, и там люди приходят и говорят, господи, как я теперь жить-то буду, надо срочно откатываться на предыдущий релиз. Хватит уже мешать мне работать. Да, да, да. Что вы делаете? Слушай, ну, я тут могу, знаешь, привести, я вот активно пользуюсь там DataGrip, да, соответственно, который Database Development, IDE-шка, JetBrains, и несколько раз замечал такое, когда там, значит, я ничего, у меня все настроено, вот оно все работает, а я очень люблю, когда у меня весь код отформатировал, но вот одинаково, красиво, я там потратил, условно говоря, час времени на то, чтобы пролазить все, значит, галочки, понять, какие, как мне надо, выставить, все сохранено, да, супер, через JetBrains аккаунт оно шарится между всеми моими там компами, DE-шками, супер. Тут прилетает новый апдейт, я по привычке, значит, жму там Command-A, там Command-Shift-L, думаю, сейчас он мне все отформатирует, и у меня хоп-форматирование другое, думаю, как? Так, иду, смотрю, да, что-то новое, прилетает следующий апдейт, там, через недели-две, значит, и опять и такие моменты, мне кажется, они вот мелочи, но они очень простых разработчиков, ну, могут довольно сильно раздражать, да, потому что, ну, не знаю, может быть, молодым как бы им там все прикольно, весело, но вот лично я, там, если судить по себе, да, я уже устал от этих каких-то постоянных таких новшеств, изменений, мне хочется заниматься именно тем, ну, то есть, главная моя задача – это вот именно разработка, я не хочу тратить время на какие-то сопутствующие вот эти вот устранения проблем, шероховатости, что-то там опять были тесты, тут они перестали запускаться, потому что там надо два-три ключика добавить, да, это вот, ну, какие-то такие штуки, вот они, конечно, так, дают иногда немножко неприятности. Слушай, ты вот интересную тему, конечно, затронул, вот у тебя вот была, допустим, сейчас вот ее буду раскрыть, у тебя, допустим, слетели твои форматированные, да, а вот ты в Utrex ходил после этого? Да, я с дата-гриппом, у меня, значит, там другая немножко ситуация, там у меня в какой-то момент именно по этой части не сходило, оно как-то, я так потерпел две недели, в следующем апдейте оно вернулось, но у меня был другой момент там, когда почему-то переставало в моих хранимках работать банальный автокомплит, то есть вот он там, 2019 версия, он работает, ты пишешь там внутри хранимки, там, select, да, нажмешь пробел, ну, в смысле, у тебя сразу выявляется там, типа, или там inner, и у тебя тут же появляется первая подсказка inner join, ну, потому что это вот самый наиболее вероятный вариант того, что я хочу написать, когда я пишу select звездочка from table, в какой-то момент это сломалось, да, я там завел багу, она, кстати, до сих пор висит, там никто с ней ничего не делает, но это ладно, вот буквально вчера прилетел... Вот ты молодец, да, вчера прилетел... Многие так и не делают. Слушай, ты знаешь, я, честно говоря, вот это тоже момент, который меня, с одной стороны, ну, и, может быть, я не знаю, в каком-то смысле, там, не знаю, перфекционизм, не перфекционизм, но я за собой замечал вот такую штуку, что вот, знаешь, начинаешь что-нибудь разрабатывать, да, ты начинаешь использовать какие-то за open-source проекты, и, ну, неважно, open-source, не open-source, не столь важно, да, и у тебя где-то появляются все время какие-то такие подводные камни начинают всплывать, и вот еще ни разу в жизни не было, чтобы я что-нибудь сделал, и все оно сделалось, обязательно где-то всплывет, пойдешь, где-то заведешь issue, где-то запишешь pull-request, где-то, значит, пожалуешься, напишешь, и вот она разработка наша, в общем, я к тому, что жизнь, жизнь-боль, она такая несовершенна, и везде есть какие-то моменты, но все же правильно, и мне кажется, ну, ты меня явно, я так думаю, в этом поддерживаешь, что все же надо не молчать, а немножко делать всем лучше и идти куда-то там, хотя бы банально, если мы говорим про такие продукты, как коммерческие, там, JetBrains, да, но есть же issue tracker, пойди, сходи, заведи, да, если это open-source, пойди, заведи issue, там, что-нибудь типа того, вот, так что. Такой человек думает, что я вот заводить не буду, потому что кто-нибудь другой заведет, вот, а в итоге все так подумали, а мы вообще о проблеме не знаем, это я все к тому, это я все, на самом деле, подвожу, не к кому-то там, там, нанитью на этот счет, а скорее о том, что мы не можем просто полагаться на то, что вот в YouTube-реке этой проблемы нет, значит, ее нет, вот, то есть это, к слову, о комплексности проблемы с стабильностью и прочее, то есть мы должны как-то, там, QA должны стали агрессивны как-то искать и прочее, потому что YouTube-рек у нас вообще-то как бы, ну, это наше рабочее пространство, то есть он абсолютно там открыт, и, ну, вот, 95, наверное, процентов работы, которые мы делаем, она публичная, через YouTube-рек, она видна вообще все это полностью, можно, ну, и не знаю, вот. Бывает такое, что ты, ну, там, собираешь какой-нибудь тикет сам себе, ну, на какой-нибудь фичу, описываешь и там начинаешь делать, ну, просто такой рабочий процесс, и там, условно, через два дня приходит какой-то еще сторонний пользователь, комментарий, прочитал, говорит, о, вот, вы там разрабатываете, да, я вот, там, вот такие вот моменты на этот счет, или сказывает их, и ты такой, вау, это вот интересно на самом деле, и потом еще как-то меняешь проблему, то есть это для того, что багрекер у нас, это вообще мощный инструмент, и у нас как бы ни один тикет вообще не запроцентен, ну, как это называется, необработанный, необработанный остается, то есть, как бы, любые тикеты там в каком-то статусе появляются, submitted, и, ну, не может быть такого, что там тикет потеряется, то есть такого просто не может быть, процесс устроено, и даже, как бы, еще люди думают, что ладно, я не буду субмитить тикет, потому что все его засумители уже, да, и мне смысла в этом нет, его дубликатом поставят, он там в UI перечеркнется, и, ну, вообще неприятно. На самом деле, на самом деле это тоже не до конца правильная стратегия, потому что количество дубликатов, как и количество голосов говорит в целом, как-то связывает корреляцию влажности проблемы вот с количеством людей, которые из-за аффекции, то есть, допустим, если проголосовало там 10 человек, то, наверное, это немало, вот, и если 10 дубликатов, то, по сути, то же самое, вот, и тут такое, тут, не знаю, вот у меня тоже, например, я там, если там тоже пользуюсь не только состным продуктом, или там чем-нибудь учеваясь баг-трекер, я обычно, ну, субмитчу баг-трек, а там уже пусть разбираются условно, то есть хуже ты так точно не сделаешь, потому что есть люди, которые, по сути, ну, зарплату получают за то, чтобы обработать его трек, который будет работать, вот, поэтому там, когда люди говорят, типа, ну, я там не буду слать баг, ваш баг-трекер, чтобы там не отвлекать вас там или там напрягать, нет, я не шучу, у меня это, как говорили, это, ну, я понимаю, это не оптимальная стратегия, вот. Ну да, это странно. Слушай, ну, тут мне кажется, знаешь, вот вообще, как ты, как вы думаете, мне кажется, в целом индустрия, она немножко, ну, скажем так, взрослеет, наверное, видоизменяется, живет, да, развивается, и вот там 10-15 лет назад, мне кажется, такого вообще не было, что какие-то были публичные баг-трекеры у любых продуктов, ну, и опенсорс-то тогда еще был в таком, не в том виде, в котором мы все его знаем сейчас, да, вот, но и коммерческая разработка, что немаловажно, она тоже вот сейчас может быть благодаря, в том числе, и вот такому развитию опенсорса по всеместному распространению, берет от него какие-то, в том числе, ну, такие, можно сказать, лучшие какие-то вещи, там, что открытость, да, да, это коммерческий продукт, да, но мы открыты к каким-то пожеланиям извне, и, как бы, это в конечном итоге идет на пользу всему, всему сообществу, всему, всему, как бы, IT, всей IT-индустрии, вот вы как думаете про это? Мне в какой-то степени сложно судить, в том плане, что, насколько я знаю, у JetBrains это была изначальная такая... Нет, JetBrains молодцы, да, да, но мы в целом как-то так вот, вот, по IT-индустрии, потому что, ну, вот, мне кажется, что там раньше такого не было особо, и никто так... А сейчас даже там Microsoft, как он сильно поменялся, да, как они там тоже пытаются все открыто, ребята, пожалуйста, везде трекеры, как поменялись разработка банально всех браузеров, которые сейчас, если раньше каждый делал кому что вздумается, то сейчас, пожалуйста, есть стандарты, есть roadmap у всех, там, у Chrome, у Firefox, у всех, как бы, куда мы движемся, как мы что будем, вот, смотрите, комментируйте, голосуйте, то есть, в целом подходы много где поменялись в лучшую сторону. Это будущее, будущее плюс конкуренция, то есть, ну, условно, не знаю, вот мне сейчас кажется, что делать IDE без открытого трекера, да, это... Ну, опять же, не оптимальное решение. Или там любой другой продукт, у которого там, ну, уровень саппорта просто банально выше, потому что, я не знаю, если вспомнить, там, не знаю, как, например, у Microsoft и Xbox, если что-то ломались, и надо было их там по почте отправлять, и тебе их возвращали обратно сломанными. Давно это... Это, ну, как бы, то есть, это, ну, это старый, мне кажется, подход, и люди в целом любят открытость, особенно, когда касается дела продуктов, когда касается дела разработчиков, потому что, ну, среди статистический разработчик, для него в целом термин баг-трекер, он знаком, то есть, он сам в этом работает, у него самого есть баг-трекер, у него самого есть задачи, вот, и он очень легко это себя проецирует. То есть, если, допустим, человек сторонний, допустим, ну, не погруженный в мир IT, ему, возможно, чуть сложнее представить, как оно дальше будет, то есть, я вот напишу вот этот запрос, да, вот, как оно вообще дальше будет, ему сложнее это представить, то разработчикам проще, вот, для людей, которые не погружены, мне кажется, для них вот сейчас делают варианты чатов вместо онлайн-консульт, вместо онлайн-саппорта, ну, вместо онлайн-саппорта, то есть, на некоторых банках, допустим, новых, или еще где-то у тебя там уже саппорт выглядит в виде чата. И, ну, может быть, чисто технически под капотом это все то же самое, это может быть хоть коста под капотом, неважно, да, но выглядит это как чат, чат тебе, как бы, концепт знакомый, вот, так же, как разработчику концепт знакомый баг-трекер. И, ну, почему мы тогда не воспользоваться? Потому что ты, самое главное, ты, у тебя есть ожидания о том, как будет работать. То есть, у тебя есть просто окошко, которое написано «отправить», и ты просто даже не знаешь, что произойдет, даже не знаешь, что загрузится ли страница, или что вообще произойдет, или это следующий этап. То есть, ты не знаешь, как с тем работать, ты боишься с ней коммуницировать. А когда она, как бы, ну, тогда она... Ну, привычно, скажем так, да. Да, да, когда понятно, как она работает, трудно ей не воспользоваться. Поэтому, мне кажется, тут с баг-трекером, конечно, хорошо, но вот нужно искать подходы под аудиторию. Я вот думаю, что, например, под другую аудиторию баг-трекер – это неоптимальный способ коммуникации, по моему мнению. Ну, вот, кстати, в PHP-шторме и во всех идеях, наверное, тоже есть же, в меню «Help» отправить фидбэк или «Submit ticket» – это все сразу в «Utrack» записывается, или как это проходит? У нас используется «Zendesk», вот, и это все уходит туда. То есть, на «Zendesk» у нас живет, собственно, весь суппорт именно через e-mail, отправить фидбэк, форумы. Твиттер, на самом деле, тоже создаются, по сути, тикеты в «Zendesk». И потом, если проблему решить не удалось, или, например, проблема явно на стороне продукта, то из «Zendesk», из этого, оно переносится в высший трекер, оформляется, по сути, баг. То есть, часто мы сами просим пользователя оформить баг, потому что он тогда получит нотификации, он сможет продолжить общение напрямую с девелопером, но если он уж там ни в какую не хочет, говорит, я и так тут потратил пять писем вам, то мы идем и экстрактим всю информацию в «Utrack». А вот еще интересно, у вас «Utrack», он действительно открыт, я могу зайти, почитать, сам засабмитить. Это весь «Utrack» или есть еще какая-то закрытая часть «internal», так скажем, баги, которые снаружи не видно? Вы всю работу ведете в одном «Utrack» или у вас там как-то разделено? На самом деле, в самом «Utrack» у нас порядка, наверное, 50 проектов, то есть у нас даже командировки оформляются через тот же инстанс «Utracker», просто это закрытый проект, который, грубо говоря, даже я не могу туда попасть, потому что там информация о сотрудниках, там зарплаты какие-то там могут даже тоже находиться в «Utracker», просто под закрытой частью. Вот, и внутри, например, «Pitch Pistormat» есть некоторые тикеты, которые мы выставляем видимыми только для себя, либо может прийти человек, и он описывает, например, на архитектуру там своего проекта или там сетевую какую-то часть. Мы эти тикеты тоже закрываем, чтобы просто не экспозить какие-то там важные данные его. Но это буквально там какие-то, мы говорим там о процентах максимум, то есть большая часть все-таки открытая. То есть без надобности мы не видим в том, что раскрываться, опять же, по причинам, которые я выше сказал, что может прийти, на самом деле, умный человек сказать умную вещь, но это же прекрасно. Ну, конечно, да. И это все один инстанция, да, даже в нашем уровне очень. Ясно. Слушайте, а еще вот немножко хотел, знаете, чего спросить. Вот с недавних пор там у вас работает Никита Попов. Для тех, кто вдруг в танке или еще там не проснулся, это один из, наверное, двух ключевых разработчиков PHP в последнее время. Ну, я имею в виду активных очень сильно тогда. Соответственно, вместе с Мизерием Стогом, соответственно. Да, расскажите, как вот появление вашей, так сказать, компании, команде именно Никиты, то есть как разработчика языка, немножко повлияло на ваш подход к разработке PHP и шторма. То есть, что он привнес, вот именно, что разработчик языка может принести в такую, как бы, продуктовую там, ну, среду, инструментарную разработку, да, для языка. Он может рассказать, как HR работает на самом деле. PHP, например. А его какие-то недокументированные особенности. Понятное дело, что PHP там open source, можно там залезть в исходники, да, но это не самое приятное чтиво из возможных, то есть там, ну, сами понимаете. И, ну, бывает такое, что, и, как бы, ну, иногда недокументированы все варианты, поэтому можно такую консультацию устроить, и это помогает сильно иногда. Ну, как бы, в целом, Никита нам рассказывает что-то нового в мире PHP. Ну, это уже с первых уст уже, как бы, уже, то есть, сам человек, который пишет RFC вам, да, и рассказывает еще что-то. Да, 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 с другой стороны, с другой стороны, я бы не сказал, что этой информацией прям, можно назвать ее прям практической, потому что все равно, пока, например, RFC, допустим, полностью не принят, опрометчиво начинать... Ну, логично, да. Поэтому, ну, как бы, не знаю, еще не было такого, что, словно, там Никита тот же там закинул, да, что вот там будет такая-то вещь, да, и мы такие, о, надо, значит, подготавливаться, там, собирать вещи, но, как бы, это непонятно, как делать, вот, поэтому, как бы, когда, ну, за исключением вот этих вот внутренних вещей, которые, на самом деле, можно узнать и из исходников, просто потратив больше времени, больше усилий и больше вероятности ошибиться, в целом мы, ну, используем, в общем-то, те же открытые точки для разработки, вот, но это, опять же, повторюсь, очень сильно помогает. Понятно. Ну, что, давайте, наверное, потихонечку закругляться, вроде бы так, обсудили все темы, какие хотели, да, ничего не забыли, вот, было довольно-таки интересно, мне кажется, так удалось немножко узнать, как вообще у вас там все построено и как происходит разработка. Может быть, вас можно где-то увидеть на ближайших конференциях, подойти к стенду, пить, пить, шторм, пообщаться? Поиграть в гольф, в гольф. Ну, всегда можно найти, во-первых, если хочется быстро пообщаться в твиттере, то есть, например, опять же, та же проблема или баг, всегда можно твитнуть собаку, пить, шторм, мы точно придем и ответим. А по поводу конференций, честно говоря, вот у меня перед глазами сейчас нету плана, но обычно мы в год ездим штук 5 тег 8, вот, то есть... Ну, сезон уже заканчивается, вот сейчас конференция близок к концу, так что, наверное, ну, твиттер, да, или в следующем году. Ну, в общем, смотрите, читайте твиттеры php-шторма, пятиминутки php, Петя всегда тут что-нибудь расскажет, где, когда ближайшие конференции по php будут, так что... А, Рома, Рома. В конце концов, Рома есть, да, Рома. В конце концов, Рома, да, это way to go. Роме привет, кстати, наконец-то, видали, самое время. Да. Ну что, давайте тогда закругляться. Ребят, спасибо, что пришли в гости, нам было всем очень интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Поэтому, друзья, в очень раз призываю вас не остаться равнодушными и написать ваши какие-то там замечания, комментарии, пожелания, впечатления о подкасте вот нам всем, нам с Петей как ведущим и ребятам, как, собственно, участникам данного подкаста будет очень интересно об этом узнать. Напоминаю, что с вами были пятиминутка php. Петя. Всем привет и пока. Вот. И ребята из G-Drain's, Кирилл Смелов и Максим Калмаков. Спасибо вам. Пока. Счастливо. Да, спасибо. Ну и я, КС Даймон из SDCast. Вот. До новых встреч и всем пока-пока.